Привет, YouTube! Как и обещал, сегодня мы начинаем небольшой мини-курс, посвященный тестированию REST API с помощью инструмента Postman, на котором мы с вами более подробно рассмотрим функциональность данного инструмента, данного тула, посмотрим, чем он может помочь тестированию и научимся немного тестировать с помощью данного инструмента. Пока не могу сказать точное количество занятий, но с полной уверенностью могу сказать, что их будет намного меньше, чем в основном курсе тестировщик с нуля. Если вы еще до сих пор не посмотрели его и в первый раз на этом канале, то сейчас вверху появится ссылка на данный курс, и вы сможете ознакомиться с ним до того, как погрузитесь в тестирование API. Ну что же, начнем. Для начала я хотел бы вам рассказать, где можно черпать информацию про данный инструмент Postman непосредственно без использования каких-то дополнительных ресурсов, а именно на самом сайте. Когда мы заходим на сайт postman.com, есть такая вкладка, которая называется Loaning Center, где содержится документация по данному инструменту, то есть вы можете перейти к ней и прочитать, что вообще содержится в данном инструменте, то есть здесь очень подробненько расписано, что вы можете делать с помощью него. Как обычно у нас все на английском языке, поэтому морально себя готовим к тому, что нужно погружаться в атмосферу английского языка. Именно данной информации будет достаточно для того, чтобы вам разобраться в данном инструменте без прибегания к каким-то дополнительным ресурсам, поэтому обязательно изучите ее. И также есть небольшие видео, посвященные тоже основным функциональностям данного инструмента, то есть вы можете на них перейти и посмотреть. Опять же, там буквально 5-6 видео, которые занимают не более 10 минут, поэтому тоже приучайте себя к тому, чтобы пользоваться теми данными, теми ресурсами, которые дает официальный источник. Это то, что касается того, где мы можем изучить информацию на самом сайте. И также в самом инструменте Postman, когда мы его открываем, есть такая штука, как Bootcamp. Это достаточно распространенное определение для таких вот как бы лагерей, которые позволяют вам впитывать информацию, посвященную различным IT-штукам, будь то язык программирования, разработка или, как мы сейчас с вами видим, тестирование API с помощью инструмента Postman. То есть можем тоже сюда перейти. Здесь есть набор из уроков по каждой, скажем так, функциональности Postman и как мы можем их использовать как в мануальном тестировании, так и в автоматизированном тестировании. То есть тоже можно их пройти и для себя узнать что-то новое по данному инструменту. Как будет построен наш небольшой курс, я расскажу вам на нескольких уроках про основные элементы данного приложения, как их можно использовать в тестировании. И мы с вами после, скажем так, погружения в сам функционал, в саму функциональность, простите. Да, кстати, насчет функционала и функциональности. Вы, наверное, ни разу от меня не слышали, чтобы я использовал слово функционал, потому что это, по сути, математическая функция. И очень часто даже опытные тестировщики почему-то называют функциональность функционалом. И меня это, на самом деле, очень сильно коробит. Поэтому приучите себя к этому слову функциональность. Никогда не применяйте слово функционал. Я себя иногда тоже пресекаю, когда пытаюсь использовать в своей речи это слово. Запоминай, функциональность. Поэтому мы рассмотрим с вами интерфейс этого приложения и как различные элементы в нем могут помочь нам в вручном тестировании. Здесь все достаточно стандартно, то есть у нас есть какая-то нафигационная панель с контекстным меню, то есть файл, edit, view, help. Все стандартно, как и в любом другом приложении, которое мы с вами можем скачать, установить и использовать. Что нас сегодня будет интересовать? Во-первых, workspace. Что такое workspace? Это наше рабочее место, в принципе, понятное из названия. Для чего оно служит? То есть мы можем создавать определенный перечень коллекций, где у нас будут храниться наши реквесты, образцы реквестов. И именно, скажем так, сьют этих коллекций будет называться workspace. Ничего сложного. Существуют частные workspace, рабочие места, которые мы также можем обновлять и добавлять что-то новое, а также редактировать их. И существуют, скажем так, командные workspace, в которых мы можем работать с различными тестировщиками. К примеру, у нас есть команда тестирования, где мы делимся нашими коллекциями реквестов, самими реквестами, чтобы эти тестовые данные не создавало большое количество людей. То есть мы можем передавать информацию друг к дружке и работать вот в одном этом workspace, чтобы не плодить лишнюю тестовую документацию, к примеру, либо тестовые коллекции для нашего использования. Опять же, здесь тоже работает все точно так же. Мы можем создавать эти team workspace и работать в них. Мы же с вами будем работать в профессиональных workspace, и давайте создадим для наших тестовых целей какой-нибудь workspace. К примеру, назовем его test workspace. Ничего нового и креативного, скажем так. То есть здесь может быть какой-то еще summary дополнительное. Опять же, у нас выбрано то, что это персональный наш workspace. И все, здесь больше мы ничего не можем менять. То есть мы создаем этот workspace, и мы теперь можем выбирать, в каком workspace мы будем работать. В данном случае мы используем наш тест, который только что создался. И для нашего удобства созданы так называемые коллекции, в которых мы можем хранить наши реквесты. То есть, к примеру, у нас есть какое-то приложение, где есть ряд модулей, и мы хотим на каждый модуль создать отдельный набор реквестов, отдельную коллекцию. Давайте так и назовем. К примеру, у нас будет опять же какая-нибудь тестовая коллекция. Здесь мы можем добавить description. Если, к примеру, мы хотим применить какую-то авторизацию для всей коллекции, то есть у нас, к примеру, есть пароль и логин для входа в систему. И мы хотим, чтобы нам не каждый раз применять эту авторизацию по новой, чтобы она использовалась для всех реквестов, которые мы добавим в эту коллекцию по умолчанию, мы можем добавить ее сюда. И в зависимости от того, какая у нас авторизация применена на сайте, мы можем ее выбрать и добавить эту информацию. Пока у нас нет никаких авторизаций специфических, поэтому мы не будем их добавлять. Также есть возможность добавлять какие-то пререквест скрипты. Что это значит? То есть, эти скрипты отрабатываются до момента отправки нашего запроса на сервер. То есть, мы сюда прописываем какой-то код на джава скрипте, и он отрабатывается. Наши тесты, опять же, если мы используем какие-то автотесты, написанные на JS, тоже мы можем сюда добавлять, чтобы они автоматически отрабатывались для всей тестовой коллекции. И также переменные. Про переменные мы поговорим с вами чуть позже. Поэтому просто знайте, что это какой-то набор значений, который будет применяться к нашей коллекции при определенных условиях. Давайте создадим нашу коллекцию. Test collection, к примеру. Пусть будет один. И больше мы ничего пока к ней не будем добавлять. В самой коллекции мы можем добавлять еще какие-то фолдеры, то есть папки. К примеру, если мы хотим создать отдельную папку на get-запросы, отдельную папку на post-запросы, отдельную папку на delete-запросы, на put-запросы, то есть мы можем тоже их также как-то специфицировать между собой. Давайте создадим папку get. Так. И когда мы откроем ее, у нас уже будет тут вот папочка get. И давайте создадим, к примеру, папку post еще дополнительно. И еще хотелось бы отметить, что здесь также мы можем непосредственно к самой нашей коллекции добавлять типы авторизации различной и наши скрипты, как до отправки запроса на сервер, так и после наши тесты. Теперь у нас есть две папки, в которые мы можем добавлять наши реквесты. В рамках наших занятий мы будем использовать достаточно распространенный тестовый API, который можно найти по вот следующему урлу. Это regress.in. То есть это достаточно популярная штука, ее используют во многих, скажем так, обучающих курсах, которые показывают на YouTube, поэтому мы также используем ее. Вы можете использовать и другие, скажем так, тестовые API, про которые мы с вами говорили в уроке в 18-м, когда делали такое овервью про постный SOPUI. То есть я там вам рассказывал, например, про свапи, где вы можете протестировать API, который посвящен Звездным Войнам и Героям, элементам, которые были в этой киносаге, и другие различные ресурсы, которые вы сможете найти. То есть любая тестовая API, к примеру, если вы найдете тестовый API для Контакта, для Гугла, для Гугл Мапс, вы можете использовать все, что угодно. Поэтому не привязывайтесь только к regress.in, а находите наиболее удобные и, возможно, интересные для вас тестовые API. То есть это достаточно легко можно сделать. И, как я уже сказал, у нас здесь будут get post-запросы, также здесь есть образцы патч-запросов, delete, put-запросов. И, по сути, вот так вот может выглядеть ваша тестовая документация, которую вам передает разработчик. Потому что тестирование API, в принципе, невозможно без тестовой документации. То есть когда ее нет, достаточно тяжело представлять вообще, что мы должны получать от сервера, какие у нас должны приходить респонсы с каким статус-кодом, что мы должны видеть в теле того же респонса. Поэтому обязательно трясем наших разработчиков, чтобы они предоставляли вам качественно написанную тестовую документацию. Она может выглядеть таким способом, может выглядеть в виде Word, может выглядеть, как мы с вами рассматривали в Confluence, когда говорили о примерах API от Ольги Назиной. По-разному это все может выглядеть. В данном случае она выглядит, тестовая документация, именно так. То есть у нас есть какой-то набор наших, скажем так, методов с их названиями. Есть наш базовый URL, то есть который мы будем всегда использовать по умолчанию. Это наш recress.in. И есть наши endpoints, которые мы будем добавлять для того, чтобы наш метод запустился. И давайте ради интереса попробуем протестировать наш этот лист users. То есть нам покажет список пользователей, которые зарегистрированы. Для этого мы копируем наш базовый URL. Нажимаем на new request. Request name так и назовем. List users. И у нас, видите, есть тут уже тестовая коллекция, которую мы создали. То есть мы могли как создать свою прямо отсюда, так и использовать существующую. И здесь же мы могли создать уже какую-то папку. Но у нас уже создано, поэтому мы воспользуемся get. Папкой добавим сюда и нажимаем save to get. Description поле у нас опционально, поэтому мы его не заполняем. Оно нам здесь не нужно. Итак, мы создали с вами наш запросик. Теперь мы вставляем сюда наш базовый URL и должны добавить наш endpoint. Для вашей простоты вы можете просто нажать на данный request и вам покажет также ответ сервера, но в таком не совсем удобно читаемом виде. Поэтому мы можем скопировать прямо отсюда нашу информацию с базовым URL и с endpoint. и больше нам здесь ничего специфицировать не надо. Как мы видим, у нас здесь уже автоматом вставлены параметры. Параметры служат для того, чтобы мы могли осуществлять некую фильтрацию. То есть сейчас мы хотим увидеть страницу номер 2. Отправляем наш запрос и показывается вот эта наша страница. Показывается наш статус-код 200. это наш код successful. То есть все прошло хорошо. И дальше есть непосредственно уже body, тело нашего response. И давайте сравним. Действительно ли она совпадает с тем, что у нас есть на request.in. То есть смотрим. 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот эта информация. То есть сравниваем. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Наша еще одна информация, которая содержится в JSON. То есть мы это должны сравнить. И если она совпадает, то у нас все прошло хорошо. То есть тест прошел успешно. Мы можем говорить о том, что это действительно работает. Это такой простой пример того, как мы можем использовать постмонт в тестировании. И обязательно мы должны сохранить наш запрос get. Просто нажимаем ctrl-s. Потому что если мы этого не сделаем, то тогда он не сохранится в нашем фолдере, в нашей папке. Мы с вами рассмотрели наш workspace. И рассмотрели непосредственно коллекции. Для чего они служат. Как мы можем добавлять сюда папки. Как мы можем добавлять сюда запросы. И в принципе на этом наш первый урок такой вводный мы можем заканчивать. На следующем занятии мы с вами рассмотрим то, как мы можем запускать наши реквесты массово из одной коллекции, если у нас их несколько штук. И поговорим с вами о переменных. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok